А теперь о болезнях растений. Россельхознадзор ввел временное ограничение на ввоз в Россию свежих фруктов из Молдавии. Причина запрета – обнаружение в некоторых партиях вредителя восточной плодожорки. А сегодня Россельхознадзор провел рейд по оптовым базам. Артур Ромих разбирался в болезнях растений. Таких складов, как этот, в Архангельске десятки. Фрукты, овощи и консервы приходят сюда тоннами, а вместе с ними в регион могут попасть и опасные вредители. Особое внимание инспекторы Россельхознадзора уделяют продукции из Молдавии. Сейчас в России действует запрет на ввоз овощей и фруктов из южной страны. Визуальный осмотр ничего подозрительного в яблоках не выявил. Однако контрольная партия все же отобрана. Ее отправят в лабораторию. Запрет был наложен 21 числа, а поставка у нас яблок от 19 числа. Поэтому, как говорится, никакой запрет мы еще не знали. Но сейчас непосредственно в лабораторию сдадим на анализ. Естественно, если что-то, у нас также запретят их продажи. Но, тем не менее, есть и другие поставщики, такие же, как и Белоруссия и Польша. То есть, без яблок мы не останемся. Пекинская капуста, на первый взгляд, выглядит здоровой. Однако она может быть заражена калифорнийским трипсом. Этот вредитель занимает лидирующую позицию среди карантинных объектов. Бороться с ним невероятно трудно, поэтому инспекторы внимательно следят за тем, чтобы калифорнийский трипс не попал на склады города. Вот видите, вылетела гусеница. По гусенице. Вот видите, по гусенице. Ничего не определить. Но если вылетит трипс, то я этот трипс, я этот трипс собираю кисточкой в пробирочку. Контрольные образцы отправят в лабораторию. Если в них обнаружат карантинные объекты, всю партию придется уничтожить. Это единственный способ не допустить распространения опасных вредителей. В целом, государственного инспектора проверка удовлетворила. Вся продукция уложена на поддоны, соблюдаются чистота и условия хранения. Мы работаем уже с этой фирмой больше 15 лет. Очень только положительные отзывы. Всегда качественный товар, весь сертифицирован. И вообще проблем нет. Очень приятно работать с такими людьми. В Россельхознадзоре говорят, по сравнению с другими регионами, базы Архангельской области находятся в удовлетворительном состоянии. Досмотр продукции на складах проводится каждый день. И за последние полгода в завозных овощах и фруктах выявлено всего 12 случаев заражения трипсом и один случай заражения картофеля так называемой бурой гнилью. Артур Ромих, Алексей Молоковский, Новости 24, Архангельск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова